Приветствую вас, значит, много вам уже дали ответов на ваш вопрос, хороших ответов, вот, и про страх одиночества вам говорили, и про то, что вами руководит страх близких отношений, да, ну, то есть, в общем, все сводится к тому, что вы, ну, боитесь, да, боитесь чего-то, и это что-то вам не позволяет находиться в отношениях, даже, в общем-то, не смотря на то, что вы этого хотите, и даже, в общем-то, не смотря на то, что, ну, явно у вас есть, как бы, понимание и осознание того, что, в общем, мужчина хороший, да, что он неплохой, там, ну, и так далее, вот, все равно вы, значит, уходите, вот. Ну, вы не пишите здесь, сколько вам лет, вот, и так далее, это, конечно, довольно важные моменты, вот. Но начинаете вы, начинаете именно вы, начинаете вы из-за того, что, говорите, что, как доказывает практика, я не могу оставаться одна, мне нужен мужчина, вот, говорите вы. Вот, пожалуй, это и является отправной точкой, то есть вы не можете находиться наедине с собой, вы себя не принимаете, получается, вот, ну, просто потому что, если бы вы себя принимали, да, то вы же понимаете, что тогда бы вам не нужен был бы никто, никто, то есть вам в этом случае вы бы не искали бы так рьяно мужчину, да, для себя, себе, мужчин, вот, раз вы ищете, значит, что, ну, значит, вам они нужны, вот, и мужчина вам нужен, ну, скорее всего, для себя, для чего, для своих каких-то желаний, вот, вам нужен мужчина. Вот об этом тоже нужно, значит, для чего вам нужен мужчина, а нужен он вам для чего, для домика, да, как вы сами сказали, что вы хотите, хотите маленький домик вот с деревянным полом. То есть, что это такое, деревянный дом, что это, что вам дает этот дом деревянный. Вот, подумайте, пожалуйста, на эту тему, это очень важно, чтобы вы подумали об этом, вот. И, ну, вот, задумались над тем, какое желание вами движет, по-прямому в чем вами движет, да. А дальше, вы пишите, что вы не можете быть одна, значит, что это означает, что вы не принимаете себя, вы не можете находиться наедине, ну, один на один с собой, а у этого тоже есть причины, почему вы не можете находиться наедине с собой. То есть, причины тут, какие могут быть причины? Непринятие себя, то есть, отрицание чего-то себе, вот, обесценивание себя, да, то есть, мысли о том, что я, вот, там, какая-то плохая, я, там, недостойная, я, там, ну, насчет чего-то не могу, ничего не стою без других мужчин, без вообще других людей, даже не мужчин, а людей, вот. И мне срочно, срочно, мне нужен кто-то, чтобы я себя почувствовал лучше. Ну, и тут, как бы, конечно, возникает вопрос, вопрос, вот, понимаете ли вы, что таким вот образом, можно сказать, воспринимаете людей как средство, вот. То есть, в этом, в принципе, в самом по себе это в том, что вы воспринимаете людей как средство, ничего плохого нет. Все воспринимают друг друга как средство в том или ином смысле слова. Но проблема-то, проблема ваша, она в том, что вы, как бы, не можете получить удовольствие, вы не можете отношения выстроить, вот какая проблема у вас. И, соответственно, если мы хотим эту проблему решить, да, то нам нужно, что, если мы хотим перестать людей воспринимать как средство, если мы хотим перестать, бояться, например, с ними сближаться, что нам нужно сделать. Нам нужно снизить мотивацию, снизить мотивацию с ними быть. А для этого что? Нужно понимать лучше свои желания. И уметь правильно свои желания удовлетворять. Не через мужчину, да, не через... Там даже не в мужчине, не в мужчине даже дело на самом-то деле. Просто не через людей, кого бы то ни было, удовлетворять свои желания, а самостоятельно. То есть будучи независимы, будучи равноправны, будучи, скажем так, равны по отношению к... ну, к мужчинам. Вот это важно. Это важно. А для этого, для того, чтобы это произошло, чтобы свои желания увидеть и, может быть, принять. Для этого, наверное, принять себя. То есть для этого необходимо, чтобы вы могли, имели такую возможность находиться наедине с собой, значит, совершенно, ну, как бы, без негатива. Да, то есть чтобы вы совершенно спокойно могли с собой, как бы, находиться. Вот. Чтобы не было каких-то сложностей у вас с этим. Чтобы не было каких-то трудностей у вас с этим. Вот. и вот как раз таки шагта и появится возможность устраивать отношения. Вот. Адекватно. Тогда вы боятся перестанетесь. Вот. Ну и, конечно, конечно, отдельная тема для разговора, да, это тема того, почему вам так нужно, так нужен домик. Вообщем вам может быть семья, или может быть вот такой уют. вы ведь не мужчина хотите в этот момент. Вы не мужчина хотите в этот момент. Вы не о человеке думаете в этот момент. Понимаете? вы думаете именно о о том, чего хотите вы. В общем, вот. И именно поэтому, вот, именно поэтому, именно потому, что вы думаете о том, чего хотите вы. именно из-за этого, точнее. Вот. А у вас и возникают трудности. Потому, что их бы не было бы, этих трудностей, если бы вы не хотели думать. Просто, ну вот, ага, вы могли бы воспринимать человека как отдельное такое существо, да, которое не должно вам ничего давать. Вот. А вы воспринимаете, воспринимаете в частности вот мужчину. Именно так и из-за этого получается, что, ну, наблюдаются трудности. Вот. То есть, появляется гипермотивация быть, ну, мужчин. когда влюбленность проходит, когда период эйфории заканчивается, вы начинаете бояться, что вас бросит. по-моему. Ну, скорее всего. Скорее всего. Вы начинаете бояться, что вас бросит. вот. Вот. И именно поэтому вы ищете недостатков человека. Вот. Сейчас мы с вами посмотрим, что вы делаете конкретно, да, значит, слетая в облаках, значит, как вы себя чувствуете в этот момент, что именно вы чувствуете в этот момент, что именно вы. Ощущаете, какие мысли у вас в этот момент в сознании мелькают. А потом начинаю акцентировать внимание на недостатках партнеров. Вот. Тоже важный момент. Значит, начинаю акцентировать внимание на недостатках партнеров. Зачем? Для чего? Кому вы прислушиваетесь в этот момент, когда увидите недостатки партнера своего? Вот. Чей голос принуждает вас, какая мысль принуждает вас заострять внимание на недостатках партнеров. При том, что вы понимаете, да, что, ну, как бы, что идеальных людей не бывает, и у всех есть эти самые недостатки. Что вам медвежитство в этот момент? Вот. Обязательно это вот нужно тоже проанализировать. Ага. Дальше. вы пишите. Вы пишите. Назвлюсь раздражительной. Вас начинает что-то пугаться. То есть, что-то перестает соответствовать вашим представлениям. Понимаете, да, вот помните, я говорил, что вы не воспринимаете ну, мужчину, да, как бы, вот, как самостоятельного субъекта. То есть, для вас это не самостоятельный субъект. Для вас это именно носитель чего-то, что нужно вам. И вы, ааа, пока он вам это дает, а точнее, пока вы сами считаете, что вы это получаете, все хорошо у вас. все здорово, замечательно, все великолепно. Ух. Но стоит вам вот немножко отойти от, ааа, чувств, и стоит вам обратить внимание на реальность. А в реальности ведь какая история? Ааа. В реальности история такая, что каждый дает то, что может. Вот. в реальности такая история. И вот как только вы чувствуете, что человек вам дает ааа, то, что он может. Не то, что вы хотите, не то, что вам нужно. и все. Вы тут же делаете разворот на триста шестьдесят градусов от человека. Потому это, ну а как? Как иначе? Вы боитесь. и это нормально. Вот. Именно в вашем случае это нормально. Нормально бояться. Потому что, ну, действительно, вы ставите себя в такое вот положение, да, такое состояние, когда вы зависимы. вы же зависимы, получается, от человека. Вот. А страх близких отношений, которые у вас есть или может быть, ну, скорее всего, есть, он связан с тем, что границ личных у вас, ну, нет. Это не есть, но проработаны недостаточно. не оформлены и их очень легко нарушить. Понимаете? Вы даже сами говорите, я что, не создано для моногамии, да, то есть, у вас уже здесь вот заниженная самооценка. Такая иронизирующая немного, знаете, такая в щедливой форме попытки принизить значение того, что происходит. Потому что есть страх, ну, может быть, опасение, да, давайте, давайте назовем это так, вот, опасение есть, что вы ничего не сможете с этим сделать. То есть, ну, просто ничего не сможете сделать. То есть, это вот навсегда. нет, на самом деле, конечно, не навсегда. Это не навсегда. Все это можно исправить. Но, на это, опять же, нужно время. То есть, как бы, не буду вам обещать быстрых результатов, потому что я полагаю, что вы уже уже какое-то время живете в такой планете, да, то есть, у вас, ну, не первое столкновение с таким сценарием идет негативным. А, значит, есть же привычные модели поведения, есть же привычные алгоритмы, и от них, ну, потребуется время, чтобы от них избавиться. Вот. я бы вас обманул, если бы я сказал, что это можно сделать быстро. То есть, конечно, всегда хочется, чтобы это происходило быстро, быстро, вот. Но, если вы будете стараться, то, как бы, все это возможно. Все это возможно. Главное, чтобы вы, вот, хотели работать над собой. потому, что в том, как вы себя ведете, заложены негативные сценарии. Скорее всего, сценарии ваших родителей. вот. Вот. То есть, сами того не осознавая, вы живете по внушенному вам сценарию. И вредите себе, как раз таки, вредите себе этим сценарием. как бы, как бы, вот. Понимаете? Это, это называется родительский, родительский, родительский сценарий. Его нужно выявить, значит, оформить, да, и вовремя отслеживать, чтобы он не мешал, чтобы он не решал за вас, как вам жить. и, чтобы вы действовали только руководствуясь своими потребностями, тем, что именно, именно вам на пользу. Да? То есть, не кому-то сам, да, не каким-то гипотетическим родственникам, там, или голосам, как это может быть. Именно вам. Именно вам. Чтобы это было, чтобы это было, чтобы это было, на пользу вам, и только вам. Вот. На этом нужно учиться. Вот. На этом все, все. Надеюсь, что помог вам. А если у вас остаются дополнительные вопросы, пишите в личку. буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи! Поехали! 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 Поехали!